вырубаем музыку как говорится народ пришлось попользовавшись этим аппаратом продержаться какое-то время узнавать все плюсы и минусы аппарат всем уже известный 8 max но могу сказать одно почему вот начал с музыки с наушников это первый аппарат из всех которые у меня попадали который реально пробивает не только расстояние но и мое не знаю радиоактивное или какое тело потому что объясню меня все время bluetooth не проходит сквозь меня то есть если на телефон лежит в левом кармане брюк то соответственно если наушники с передатчиком справа сверху то приема сигнала нет он идет рывками заиканиями и так далее этот аппарат берет свободно то есть я сегодня заметил идя с работы что музыка играющий через bluetooth если аппарат убрать в карман не задумываясь она не прерывается и ничем другим не отзывается это первая часть про музыку вторая часть все наверное знают что в контакте есть такое понятие как аудиозаписи которыми многие пользуются то есть он записывает в кэш файлы потом их воспроизводит так вот если набрать здесь плейлист и включить обычно в телефонах при воспроизведении басов как бы не чувствуется независимо то обычные наушники или блютутовская версия басы как бы сглаживаются он ну частотный диапазон начинается видимо не от 20 или 60 как вот обычно дорогие от 20 обычные наушники от 60 а там он обычно видимо шел от 100 что в этом телефоне сделано не так я не знаю но все вот мои треки которые у меня тут загружены в плейлист они идут с басами как будто бы они записаны во внутреннюю память смартфона при этом как бы музыка с карты памяти наоборот идет немножечко как-то не так о чем я говорил в первом видеоролике но музыка из контакта то есть здесь уже все частоты наличие все играет хорошо что еще можно сказать из замеченного спустя время у этого аппарата довольно таки неплохо начинают работать приложение когда они уже кэш свой в среду арт загрузят то есть если при первом запуске приложения есть глюки небольшие то есть вы запускаете он думает там две три секунды видимо это он делает все-таки кэш среди арт после того как он этот кэш создал при работе с приложениями никаких глюков задержек я уже лично не наблюдаю то есть этот процессор ну приложение было закрыто видите да теперь открываем контакт теперь открываем это приложение то есть этот процессор свободно прокачивает все эти как бы операции которые мы на него возлагаем проблем с какой-то либо там задержка не возникает то есть раньше я поговорил что только у него есть хорошая мульти задачность что ли то что задачи не закрывает им оперативки хватает теперь заметил что если они заранее были прогружены в кэш что они тогда и вообще полностью хорошо работают то есть этого процессора для этих функций которым у него возлагаем хватает выше крыш ну что могу сказать так что на мой взгляд в этом аппарате остаются только два косяка это пересветы фото камере то есть если дать возможность пользоваться вспышкой ему а ну или придется теперь принудительно у него фотографии не всегда получаются нормального качества ну кстати в домашних условиях то нормально на улице ладно короче придется на словах объяснить то есть если вы делаете фотографии на улице в средненькую такую пасмурную погоду то шанс получить хороший снимок процентов 60 70 если вы делаете в яркий солнечный день только сожалению всего 40 то есть очень часто он либо называется умное слово забыл ладно короче освещенность кадра получается завышенная либо вообще какие-то пересветы я думаю это прошивочно поправит но при записи видео что мне понравилось проблем с этим не наблюдается я сейчас заметил прикол в трамвайчике этот прикола заснял то есть видите на то есть фокус на месте четкости выше крыши все хватает нам поверну чтобы по формату совпадала светопередача но извините у меня по ходу камера так из-за кучи разных источников света глючит в синице все в сторону синего цвета а так на самом деле все очень здорово то есть этот аппарат советую брать тем кто любит играть поскольку уже несколько видео выпустил по поводу того как на нем идут разные игры не хочет дорого платить потому что аппарат недорогой и кому наплевать на то как у него получаются фотки но видео в принципе человеку нужен то есть видео он пишет хорошо единственное что не full hd а hd ради но это ограничение по процессору если человек любит слушать музыку соответственно тоже его рекомендую только опять же напоминаю многие долбят вот это вот бедная гнездышко до 3 с половиной миллиметра но вы поймите что если вы будете вечно туда втыкать вы вынимаете из него наушники то есть туда сюда туда сюда в конце концов гребнете пользуйтесь как и я вот такими вот ушами у меня в частности это sony модели ладно не буду говорить у меня на самом деле несколько вариаций есть такие есть сейчас покажу кому интересно такие вот модули они все как бы тоже работают хорошо рекомендованы к покупке но тут само собой все равно предполагает что вы воткнете обычные наушники но это в то же время и плюс если вот в этих наушники вырубаем музыку как говорится народ пришлось попользовавшись этим аппаратом продержаться какое-то время узнавать все плюсы и минусы аппарат всем уже известно я 8 макс но могу сказать одно почему вот начал с музыки с наушников это первый аппарат из всех которые у меня попадали который реально пробивает не только расстояние но и мое не знаю радиоактивное или какое тело потому что объясню у меня все время блютут не проходит сквозь меня то есть если на телефон лежит в левом кармане брюк то соответственно если наушники с передатчиком справа сверху то приема сигнала нет он идет рывками заиканиями и так далее этот аппарат берет свободно то есть я сегодня заметил идя с работы что музыка играющий через bluetooth если аппарат убрать в карман не задумываясь она не прерывается и ничем другим не отзывается это первая часть про музыку вторая часть все наверное знают что вконтакте есть такое понятие как аудиозаписи которыми многие пользуются то есть он записывает в кэш файлы потом их воспроизводит так вот если набрать здесь плейлист и включить обычно в телефонах при воспроизведении басов как бы не чувствуется независимо то обычные наушники или блютутовская версия басы как бы сглаживаются он ну частотный диапазон начинается видимо не от 20 или 60 как вот обычно дорогие от 20 обычные наушники от 60 а там он обычно видимо шел от 100 что в этом телефоне сделано не так я не знаю но все вот мои треки которые у меня тут загружены в плейлист они идут с басами как будто бы они записаны во внутреннюю память смартфона при этом как бы музыка с карты памяти наоборот идет немножечко как-то не так о чем я говорил в первом видеоролике но музыка из контакта то есть здесь уже все частоты наличие все играет хорошо что еще можно сказать из замеченного спустя время у этого аппарата довольно таки неплохо начинают работать приложение и 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 Продолжение следует...